сейчас мы проезжаем по подводному ты на туннелю это очень распространенная туннели под морем и часто здесь случаются аварии потому что не все двигатели справляются с припадом высот и прочим большая очень нагрузка а сейчас мы на автобусе въезжаем на мост который я соединяет мой остров на котором я ранее жила с скажем так сушей билет на автобус из города ставангер в город халки сунт стоит 241 крону в одну сторону то есть примерно 24 евро я сейчас нахожусь на автобусной станции в городе халки сунт и поскольку я любопытная варвара заглянула в туалет и обычные туалеты почему я это сделаю сейчас вам расскажу я недавно вот так вот тоже сходила скажем так в уборную на автобусной станции на моем острове она находится местечке ховик и вы знаете было так неприятно поражена потому что там как раз таки стоял такой вот бокс в туалете для шприцов и там как раз таки иглы и валялись и плюс еще не курили в туалете то есть это видимо такая вот особенность моего острова что претенденты были и поэтому установили такой бокс для шприцов и кстати это не единожды и на парковках раньше были такие боксы вот именно моем острове поэтому видите какая норвегия оказывается разная но я пошла далее хожу мимо рыбного магазина это поднялся опять хочу хотела отметить вы знаете в этот период в декабрьский очень много ездил на общественном транспорте давно же мне такого не было периода наверное последний раз студенческие годы когда я здесь училась и знаете сразу же так все всколыхнуть потому что именно тогда ты ощущаешь реальную картину именно местной зоны где я проживаю я подчеркиваю что где я раньше проживала потому что столько наркоманов столько психически не уравновешенных людей было в транспорте буквально каждый раз как я не садилась были какие-то эксцессы они же очень шумные они кричат орут в общем так сказать не очень приятное сидение рядом но это такая вот реальность местной зоны потому что например в том же самом ставангере где я тоже периодически езжу на автобусе я такого не встречала там совсем другая публика там больше вот именно студентов там больше вот именно работяг иностранцев но не именно такой вот наркоманской публики также публики клиентов местной психиатрии ну вот как я говорю всех норвегия разная на у всех своя смотря чем ты сталкиваешься повседневной жизни ну что всем привет у нас очередной такой будет видео типа ля блога потому что я прибыла в город хаугисун кто бы мог подумать что я опять здесь и не прошло так сказать и недели а все почему потому что мне назначили время у специалиста у невролога здесь больницы и конечно же как вы помните вам рассказывала что здесь а получить направление к специалисту довольно муторно и надо ждать часто до больше полугода поэтому когда меня сейчас назначили время через два с половиной месяца после обращения к врачу конечно же я сюда приехала пока еще есть такие вот горячие пирожки которые здесь не раздают да и не зазывают взять типа вот направление к специалисту приехала я сюда иду больницу сегодня плюс 8 градусов море было очень волнующийся сегодня прям даже страшно ватенько было на пароме но это бывает и что я хочу хочу сказать что к помимо меня очень многие из того же самого сталангера этого региона ездят хогисун по медицинским опросам потому что во первых здесь есть у нас уже у них не у нас есть отдельный госпиталь ревматологический и сюда приезжают как раз таки люди с проблемами ревматологического характера этого нет в том же самом ставангере плюс здесь довольно сильная школа я бы не сказал школа а сильное отделение по искусственному оплодотворению это тоже не везде в норвегии и очень многие из разных регионов приезжают именно фогисунта чтобы сделать эко-эко скажу сразу в норвегии очень популярная процедура очередной тайский салон на массаж спа и рядом еще один вы знаете по поводу этих салонов я помню мне кто-то писал я вообще просто никогда туда не ходила и не в курсе по поводу что очень сомнительно это могут быть заведение в то же самое норвегии вы знаете тут недавно тоже в новостях рассказывали что выяснилось что они обнаружили по крайней мере что какой-то процент таких вот салонов на самом деле предоставляет услуги проституции да я не помню но накрыли вроде бы 50 таких вот салонов где именно все услуги были иного характера чем просто массаж и и объясняли тем что работница возможно плохо говорили на норвежском языке там возможно были какие-то долги поэтому приходилось выполнять все эти услуги но самом деле скажу вам честно что в основном конечно же в норвегию те же самые гражданки граждане таиланда приезжают в качестве супруг супругов и соответственно паспорт они получают тоже когда сдают экзамен и на норвежский язык и имеет какую-то работу доход поэтому конечно же языком они владеют давайте уже говорить на чистоту большинстве своем ну каждый свои причины этим заниматься это я как говорится не наше дело но сам факт что вот так действительно как и говорили что какой-то процент таких вот салонов является просто ширмой других услуг ну и те кто у меня давно смотрят знают я вам про это рассказывал что норвегия не запрещено заниматься проституции а вот именно покупать такие вот услуги это карается законом и вы будете потом платить штраф и еще один тайский салон массажный вы понимаете их только грибов после дождя я участвовал так вот размышляла тоже вы знаете их так много а тоже знаете платить аренду в таких вот центрах норвежских городов это тоже не дешево плюс там никогда нет клиентов то есть видно что не просто сидят там ногой качают путают и вот кто оплачивает весь этот банкет вот чем я о чем я размышляла и ответа не нашла просто подумал что возможно идет отмывание денег но это как говорится неизвестно ну вот я думаю так про себя вот если так подумать про эти вот салоны да вот тайского массажа и прочее если бы у меня были какие-то проблемы вот именно физического характера но ними кошные есть но я бы пошла именно к специалисту который ведь корочка образование который скажем так не на коленке бумажку какую-то да состряпала действительно имеет образование имеет понятие как например я ходила к остеопату это конечно же тоже своеобразный массажист по сути да но у моего остеопата у норвежки были образования из канады и из сша и в канаде научилась пять лет то есть сравните да и ей абсолютно доверяла кстати цены не намного будут ниже в том же самом тайском массажном салоне на их услуги чем то же самого профессионального массажиста физиотерапевта остеопата и так далее смотрю вот такие вот окна да уже все прогнившие но сразу же у меня в голове картина плесенью кругом потому что климат здесь к этому располагает но про это еще с вами в будущем поговорю и смотрите таких вот домах а такие дома разделены на несколько квартир то есть будет первая квартира на первом этаже 2 квартира на втором и еще лофт это тоже отдельная квартира а это уже частные дома то есть весь дом принадлежит одной семьи тут уже надо смотреть описание дома давно же не было там наверно год а нет что я говорю нет было я там весной последний раз ну и вот как я вам говорила здесь есть главный вход до отделение ухо горло нос отдельный вход также как их как я вам говорила отделение по оплодотворению фертилитет это вообще плодородия скажем тогда также есть психиатрия детская и подростковая это отдельное здание недавно построенного ревоматологического госпиталя он сам по себе то есть не относится к самой больнице города хаугисунд ну да не только города хаугисунд это по сути всего нашего территориального округа еще хотела отметить что в норвежских госпиталях все вместе здесь нет отдельно детских больниц а здесь нет отдельно поликлиник таком понимании нашим здесь все вместе здесь есть и детское отделение здесь есть например отделение стационарная и плюс есть еще тех самых врачей время на пациентов именно на визиты да то есть на договоренные часы приема и все это в одном помещении в фойе больницы конечно же есть магазинчик с продажей кофе газеты игрушек табло со стационарными отделениями и поликлиникой куда идти вот мой этаж также здесь имеется и очень хорошая столовая столовая по норвежски контейнер а я иду в поликлинику здесь сейчас все дигитализировано то есть не надо ни с кем контактировать все делается через телефон запись ожидание и прочее вот уже стоит мой номер и по нему я пойду потом к врачу зашла в столовую перекусить здесь очень приятные цены такое вот блюдо обошлось 50 крон за эти деньги вы купите только чашку капучино в городе и такой вот шикарный вид на город из больницы ну что сходила я к неврологу конечно же ничего нового я не узнала но по крайней мере исключили рассеянный склероз и это уже большой позитив можно так сказать праздновать вот и еще один плюс это то что несмотря на рост цен на все и все на медицинские услуги ничего не изменилось как я год назад платила за визит к специалисту свою долю 375 крон так и сейчас эта цена не изменилась 375 крон за визит к специалисту ну что я стою возле одного из самых любимых магазинов сункоста это магазин здорового питания образа жизни и смотрите как раз таки и здесь наша блогерша которая упоминала о фанке жена и она здесь рекламирует более полезную итальянскую итальянскую еду да вот везде здесь я смотрю будет демонстрация по поводу очень высоких цен на электроэнергию 21 января и написано где будет проходить демонстрация у меня остался примерно час до автобуса я немножко пройдусь по центру хорошая погода потом уже поеду к семье обратно прямо здесь из России 50 3 инesto ему *** 90